Добрый вечер! Час новостей на 12-м канале в студии Денис Жарко в этом выпуске. Дорогой билетик, изменится ли стоимость проезда в следующем году? Время разморозки. Достроит ли главный корпус МГУ? Так быть не должно. Есть очень четкая позиция губернатора. Срок должен быть сдано. К решению проблемы подключились региональные власти. Омская прокуратура оставила депутатов без дополнительных выплат. Средства к Новому году потратили свои. В надежде, что нам они потом компенсируются через бюджет. За что народные избранники получили почти 45 тысяч в месяц. И оси и киса были здесь. В генерал-губернаторском дворце открылась выставка «12 стульев». Чтобы не заморозить омечей, депутаты попросили мэрию повременить с отменой 25 коммерческих маршрутов. Напомню, их планировали брать с городских магистралей, чтобы устранить нечестную конкуренцию. Но депутаты предложили перенести реформирование транспортной системы на весну. Этот вопрос будет рассмотрен до конца года. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте предложили заморозить до конца 2017 года. А на компенсирование межтарифной разницы направить средства, которые можно получить с продажи помещений и площадей, не используемых в ПТП. Это стоянки, боксы и тому подобное. Приватизация этих объектов и последующая продажа принесет примерно 150 миллионов рублей дополнительно. Однако, по мнению некоторых депутатов, такая мера, сложившуюся ситуацию с долгами омских транспортников, не исправит. Спасти ее может только вывод из тени частных перевозчиков, соответственно, пополнение уплаты в бюджет. Второе – это прозрачность формирования тарифа и его обоснованность для всех, не только муниципальных, но и частных перевозчиков. И третье – это, безусловно, исключение дублирующих маршрутов, чтобы у нас в центральной части города не было гонок газелей за пассажирами. Но при этом омские депутаты не планируют экономить на себе. Они, похоже, не собираются отказываться от дополнительных выплат. То, что суд лишил их компенсации, народные избранники считают несправедливым. Ведь бюджетные деньги, говорят депутаты, они тратили на помощь избирателям. Напомню, омская прокуратура оспорила в суде одно из постановлений Горсовета, согласно которому в течение двух последних лет народные избранники ежемесячно получали по 44,5 тысяч рублей. Причем такую сумму депутаты установили себе сами. Ежегодно на эти цели из городской казны выделялось более 20 миллионов рублей. В бюджет эти расходы закладывали как компенсационную выплату на работу с избирателями. То есть фактически она была установлена за ту работу, которую они были обязаны выполнять на общественных началах. Ежемесячную выплату получали все 40 депутатов, за исключением Валерия Кокорина, который добровольно отказался от денег. Судом постановление было признано незаконным на основании того, что депутаты не предоставляли никаких отчетов на что же они потратили данные компенсации. В рамках рассмотрения дела в суде представителям Омского городского совета какие-либо доказательства, подтверждающие то обстоятельство, что депутатами предоставлялись документы, обосновывающие несение таких затрат, не представлены. Соответственно, это обстоятельство также было учтено судом. Основанием для обращения в суд явилось то обстоятельство, что в уставе города Омска не закреплены гарантии депутатов, которые бы позволяли компенсировать им такие затраты. Депутаты городсовета уже высказались на эту тему. Решением суда остались недовольны, так как считают, что компенсации нужны для организации работы с избирателями. Например, на покупку бумаги, чтобы рассылать ответы на запросы, обслуживание депутатских приемных и прочее. То, на чем основывается областная прокуратура в суде, что у нас вот этих документов нет, мы как раз над ними сейчас и работаем. Поэтому, мне кажется, это неправильно, лишать депутатов возможности работать со своими избирателями. Тем более, что многие депутаты, я в частности, работаем наперед. То есть мы уже средства к Новому году потратили свои, в надежде, что нам они потом компенсируются через бюджет. На замечания прокуратуры депутаты отреагировали весьма своеобразно. Народные избранники решили просто изменить устав Омска и сделать компенсационные выплаты обязательными. И, возможно, декабрьскую выплату депутаты все-таки получат. Решение суда вступит в силу только через месяц. И есть еще пять дней, чтобы подать апелляцию. Многострадальный главный корпус МГУ, возможно, наконец-то будет достроен. К решению проблемы подключились региональные власти. Напомню, возведение нового здания Омского госуниверситета началось еще несколько лет назад. И с тех пор строительство преследует череда неудач. Срывы сроков, частая смена подрядчиков, уголовные дела и даже коррупционные скандалы. Последний произошел в этом году. Подрядная организация, которая зашла на объект еще в сентябре, работала крайне медленно. В итоге 40 миллионов федеральных средств попросту не освоили, и сейчас их придется вернуть. Появилась угроза, что в следующем году на достройку корпуса деньги из федерального центра вообще не выделят. Ситуацию в свои руки оперативно взяли региональные власти. Что планируется сделать и не останется ли эта стройка навеки замороженной, знает Сергей Лесков. О том, что это современная высотка, стоящая между метромостом и библиотекой Пушкина, и есть главный корпус МГУ, знают далеко не многие. Современный дизайн, никакой строительной техники, глухих заборов. Поначалу не скажешь, что это один из самых проблемных городских долгостроев. И лишь внутри становится понятно, что студенты в этих стенах будут учиться еще не скоро. Таким положением дел вице-губернатор Владимир Компанечков, который с проверкой приехал на объект, крайне недоволен. Критика звучит в адрес ректора вуза Алексея Якуба, который хоть и пытается решать проблему, но делает это почему-то в одиночку. К региональным властям за помощью он даже и не обращался. Возможно, поэтому и результата нет. Саверич, вместе, командой. Так никто не возражает. Я не буду сейчас заходить в критику, но еще раз, так быть не должно. Есть очень четкая позиция губернатора, срок должно быть сдано. Либо те люди, которые это не обеспечат, ответят своей головой. Вы как ректор, я как человек, которому губернатор поручил вести этот проект, министерство образования. Череда коррупционных скандалов, уголовных дел и частая смена подрядчиков буквально преследуют многострадальную стройку. Новую организацию, которой предстоит доводить корпус университета до ума, определили еще в сентябре. Но сегодня на объекте вместо 500 находится всего 20 человек и работы фактически заморожены. Федеральное финансирование приостановлено, да и вообще само здание постепенно приходит в упадок, а латать дыры приходится за счет внебюджетных средств самого ВУЗа. Произвели демонтаж, потому что здание стояло холодное очень долгое время. И с 9 по 1 этаж мы провели демонтаж, где уже был грибок. Но сейчас мы монтируем те помещения, где возможно. То есть, соответственно, за время, когда помещение стояло без охраны и без тут очень много было... Нет, тут охрана была, но она такая хищенькая была. То есть, соответственно, нужно будет силовой кабель заново пробраться полностью. Из-за срыва всех графиков, транш в размере 40 миллионов рублей, который не успели освоить до конца этого года, пришлось возвращать в федеральный бюджет. Получить назад деньги будет крайне сложно. Ну а финансирование на следующий год теперь и вовсе под большим вопросом. Так что решением финансовой стороны дела теперь вместо вуза будут заниматься региональные власти. Мы договорились сейчас, что мы постараемся до конца этого года предпринять все необходимые действия для того, чтобы решить вопрос о возобновлении и финансировании непосредственно в начале следующего года. Поэтому наша задача, что в январе деньги пошли. Если финансовый вопрос с повестки дня будет снят окончательно, то шансы на то, что здание главного корпуса университета наконец достроят, увеличиваются многократно. Сергей Лисков, Сергей Гаев, 12 канал. До 15 часов и 23 декабря. Уже 25 числа подарки о мече отправят из Новосибирска в Сирию. Дети получат их в канун Нового года. Общественная палата Омской области подключится к решению задач, поставленных президентом. Сегодня прошло первое заседание палаты в новом составе. Руководит организацией по-прежнему Лидия Герасимова. Ее заместителем назначен Игорь Боровский. В состав совета как председатель комиссии по развитию гражданского общества коммуникации информационной политики вошел генеральный директор 12 канала Александр Малькевич. Сегодня члены палаты уже принимают активное участие в работе всех министерств. Ни одно важное решение не принимается без участия общественников. В каждом органе инспланетной власти создан общественный совет, куда входят члены общественной палаты. Это участие в обсуждении законодательных инициатив, в обсуждении законопроектов, которые сегодня принимаются органами инспланетной власти. Но на следующий созыв перед общественной палатой будет ставиться более расширенная задача. Приоритетными для общественной палаты останутся вопросы ЖКХ, образования и здравоохранения. Попасть на прием в офтальмологическую больницу стало намного проще. На базе учреждения открыли контакт-центр. Всю нужную информацию теперь можно получить, не обращаясь в регистратуру. Можно просто позвонить по телефону и узнать время работы специалиста, в перечень необходимых для приема документов или же записаться на консультацию. Звонки принимаются с 8 утра до 6 вечера по телефону 790-300. Ежедневно в офтальмологический центр поступает около 500 звонков. Чаще всего это омичи пожилого возраста. Больше всего их интересует, как попасть в больницу и какой именно доктор сможет им помочь. Выделение такого центра, когда все справочные вопросы решаются в телефонном режиме, двусторонняя связь существует, обеспечивает более спокойную и планомерную работу регистратуры и, соответственно, ускоряет процесс общения при обращении в регистратуру. Кроме того, колл-центр позволяет помочь пациентам в выборе консультанта, в выборе дня консультации, в выборе времени консультации. И смотрите во второй части программы. Косе и Киса были здесь. В Генерал-губернаторском дворце открылась выставка «12 стульев». Лопату призов этому господину в Советском округе подвели итоги конкурса профмастерства дворников. Еще доступнее 16 почтовых отделений в Омской области оснастили пандусами и табличками со шрифтом Райля. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху, а также маломобильные граждане смогут отправлять корреспонденции и заполнять квитанции в комфортных условиях. А помогать инвалидам будут подготовлены специалисты. Кроме того, на почту будут допускать собак-поводырей. Всего в списке доступных почтовых офисов 16 отделений. Среди них 5 омских, другие расположены в Марьяновском, Полтавском и Большереченском районах. Одно из обновленных отделений уже представили журналистам. Степень доступности и комфорта проверила Екатерина Балучевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Давайте я провожу вас. Помощь сотрудника почтового отделения как нельзя кстати. Сегодня инвалид по зрению Юлия Панферова на почте без сопровождающего. От палочки внутри здания тоже толку маловато, тактильной плитки нет. Но на радость Юлии до почтового ящика ее под руку доводит сотрудник учреждения. Дело за малым – бросить письмо. Всегда приятно, когда тебя встречают, когда тебе стараются помочь, а действительно помогают. Еще совсем недавно были такие времена, когда на нас никак не реагировали. И приходилось очень долго стоять и объяснять, что я не могу сам заполнить, не могу написать, не могу расписаться. Теперь почта стала доступнее. Четыре отделения в Омске и четыре в районах области оснастили пандусами для маломобильных граждан. А на всех информационных табличках надписи сделаны крупным шрифтом, чтобы слабовидящие и слабослышащие люди могли без проблем ориентироваться в почтовом отделении. К слову, для инвалидов-колясочников предусмотрен вот такой специально оборудованный уголок, где они смогут воспользоваться любыми услугами почтового отделения. Например, здесь находится откидной столик и, конечно же, знак, который сориентирует маломобильных граждан и укажет им путь к специально оборудованной зоне. Доступная почта не ограничивается восемью отделениями. Некоторые офисы оборудованы для инвалидов частично. Но возможность оказания услуг, она есть во всех отделениях. То есть есть кнопка, и если инвалид подъезжает к отделению почтовой связи, либо приходит туда, вызывает сотрудника, который может помочь ему подняться и провести его полностью по отделению и оказать весь спектр услуг. Почта России в первую очередь ориентируется на количество инвалидов, которые проживают в непосредственной близости от отделения почтовой связи. В следующем году границы доступной среды будут расширены. Для инвалидов обустроят еще около 40 почтовых отделений. Екатерина Булучевская, Денис Лопарев, 12 канал. После дамы Стопа Бендера в генерал-губернаторском дворце сегодня открылась выставка «12 стульев из дворца» или «В поисках сокровища русской аристократии». Из названия понятно, что проект имеет много общего со знаменитым романом Ильфы и Петрова «12 стульев». Выставка победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Потанина в Омске художественным оформлением музейных экспонатов занимался Дамир Муратов. Уже известно, что увидеть мечи смогут не только те самые «12 стульев», но и картины, предметы дореволюционного интерьера. Одним из первых их увидел наш корреспондент Владимир Мутовкин. День сегодня вдвойне торжественный, потому что не только выставка открывается, но и музею изобразительных искусств имени Врубеля сегодня исполняется, внимание, 92 года. Ну а теперь о выставке. Это такой крутой замес, который организаторы решили устроить. Они захотели и про себя немножечко рассказать, и о музее, как он появлялся. И поэтому как раз и появился роман «12 стульев», потому что это один из самых плутовских романов в истории. Ох ты, прошу прощения. Один из самых плутовских романов. А дело в том, что музеи, которые создавались в Советском Союзе, они тоже без плутовства не обошлись, потому что разорялись усадьбы, разорялись старые музеи, передавались фонды. В частности, очень много экспонатов в Омском музее появилось именно благодаря этому. И вот эта вся история распределена по шести залам, каждый из которых отражает какой-то маленький момент. Мы только что были в зале, где расположена коллекция Юсуповых. Одним из самых богатых людей России у них была замечательная экспозиция, которая частично в результате революции оказалась в Омске. А сейчас мы находимся в зале, контора пишет. И, конечно, главное действующее лицо, главный экспонат – вот этот вот большой стол и стул, на котором, кстати, можно посидеть. Ну вот с этой стороны сидел большой начальник, там раболевствовал посетитель. А все в целом это зал, посвященный коллекции князя Горчакова. Вот обратите внимание, здесь его записи. Этот известный меценат скупал картины и все записи делал на французском языке. В целом этот зал посвящен работникам музея, которые, разбирая экспонаты, должны владеть не только русским, но еще иностранными языками – французским, английским. Ну, без этого никак не получается. Пройдемте в следующий зал, а здесь у нас, что называется, дорого-богато. Этот зал посвящен Элочке-людоедочке, которая любила блестящие вещи, но, в общем-то, истинной ценности не понимала. Конечно, прошу нашего оператора не двигаться, потому что за ним находится экспонат. Может быть, он и не самый ценный, но все-таки его не стоит разбивать. Обратите внимание, здесь находятся китчевые вещи, копии, поделки, которые есть, безусловно, в любом музее, о котором знают. И здесь тоже можно насладиться этой удивительной атмосферой музейной. А сейчас мы… Кстати, меня попросили говорить потише, потому что мы подходим к залу, где сейчас происходит открытие этой экспозиции. Ну, этот зал, он называется «По долгу службы». Здесь вещи, которые посвящены… Рассказывают о реставрации. Вот обратите внимание, этот интерьер – это самые настоящие гамсонские стулья. Те самые, которые описаны в романе про Остапа Бендера. Обратите внимание, обшивка здесь уже перей тянута. Так что, в смысле поиска сокровищей ловить здесь, конечно, нечего. А вот эти стулья еще не отреставрированы. Так что, в случае чего, конечно… Ну, при свидетелях я не буду, но я, конечно, шучу. Скорее я отрежу себе руку, чем позволю прикоснуться к этим замечательным произведениям искусства. Они останутся в первозданном виде и будут служить украшением. А сейчас мы подходим в зал, где проходит открытие. И там находится целая коллекция стульев. Эти стулья – цены сами по себе. Даже если в них не спрятаны сокровища, то любой из них для музейного работника дороже любых алмазов и бриллиантов. Потому что каждый из них рассказывает о каком-то историческом времени, историческом аспекте. Мы проходим зал, где в стульях. А следующий, последний, финальный зал, он посвящен временам, которые не очень-то уж и отделены от нас. Союз Меча и Орала. Здесь собраны коллекции, экспозиции, которые были собраны во времена, когда Колчак находился в Омске. Ну а финал – это вот замечательная витрина, которая так и называется – Ваш Дар Музею. Любой желающий может подарить что-то с дорогого музею. Ну а я закончу свой рассказ вот здесь, на этом стуле. Буду отдыхать после долгой экскурсии. Удачи и обязательно приходите в музей. Как сказали мне музейные сотрудники, каждый месяц здесь будет обновляться экспозиция, и будет появляться что-то новое. Удачи, идите в музей. Достойная зарплата, гибкий график и общение с приятными людьми. Работа дворником может быть и такой. А если ты лучший по профессии, то эти условия точно гарантированы. В администрации советского округа подвели итоги необычного конкурса профмастерства. На протяжении нескольких месяцев члены жюри оценивали тех, кто ежедневно наводит чистоту в городских дворах. Елена Смирнова продолжит. Подъем в 5.30, а в 6 утра уже на работе. Пока жители этой пятиэтажки только просыпаются, у дворника Артема Языкова трудовой день в самом разгаре. Работа нелегкая, по выходным и праздникам приходится идти на участок, но и плюсов тоже немало. Например, свой график мужчина планирует сам, ведь главное, чтобы во дворе царил порядок. А уж с этим проблем никогда не бывает. Побольше дворов взял, денежка хорошая получается. Ну и в семье больше времени уделяешь. Родители тут недалеко живут, к родителям забежишь, чая попьешь горячего и опять на работу в бой. За метлую лопату Артем взялся всего полгода назад. До этого работал экспедитором, но о смене профессии нисколько не жалеет. Свежий воздух и всегда только приятные отзывы жильцов. А сейчас даже начальство хвалит, ведь он победил в конкурсе на звание лучшего дворника округа. На церемонии награждения победители конкурса заметно смущаются, ведь в теплых и чистых кабинетах умские дворники рассиживать не привыкли. Да и цветы и дипломы за свою работу никогда раньше не получали. Но эта профессия ничем не хуже других, поэтому и люди, от которых зависит чистота и порядок, в городских дворах достойны и внимания, и уважения. Разные дворники. Вот проводя четыре года конкурс, мы видим, что и молодые мужчины дворниками работают, и пожилые женщины, и бывшие военные, и молодые женщины работают. У нас была победительница первый год в летний конкурс. Очень такая привлекательная молодая женщина. Кстати, почивать на лаврах победители не стали. И прямо с церемонии награждения отправились на свои участки. Говорят, пусть и не наденут уже сегодня яркую жилетку и не возьмут в руки лопату, но фронт работы определить надо, ведь завтра в шесть утра снова на работу. Елена Смирнова, Сергей Лесков, Павел Манджос, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Они хотят сделать мир добрее, горачище, от взрослых ждут честности. Подведены итоги детского конкурса «Социальная реклама Омская линия». В этом году участие в нем приняли около 600 ребят. Самой младшей участнице 5 лет, самым старшим по 17. Дети сегодня не только рисуют плакаты и снимают видеоролики, но и предлагают социальные проекты, которые, по их мнению, сделают окружающий мир лучше. Спектакль «Гадкий утенок» театра юного зрителя открывает церемонию награждения победителей конкурса «Социальная реклама». В этой сказке можно найти массу символов. Здесь и сложный период взросления, и вопрос о толерантности, и о поиске своего места в жизни. Работы участников конкурса подтверждают, именно это волнует их больше всего. Причем школьники не просто видят проблемы, но часто предлагают варианты их решений. В год 300-летия Омска в центре внимания ребят — сохранение культурного наследия города. Много работ по традиции представлено в номинациях «Дружная семья» и «Не бросайте верных друзей». Ну а самое любопытное, что в этом году дети заявили еще две темы для нас неожиданные. Это тема антитеррора и это тема коррупции в нашем обществе. Это единичные работы, но они лишний раз доказывают, что дети видят мир не только возле себя, но уже понимают и осмысливают. Это ребята старшие, и осмысливают его достаточно глубоко. В рамках конкурса «Омская линия» уже второй год оценивают не только рекламные работы, но и социальные проекты. На этот раз лучшей признали идею участников клуба для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Они предложили создать детский мультипарк. Это творческая площадка в рамках праздничных событий города. Там, где транслируются и мультфильмы, вот там, где дети имеют возможность, разные дети, слепить часть этих мультфильмов и посмотреть, что из этого получается. Ну, допустим, лепят они на 1 июня, а на день города приходят эти дети со своими семьями гулять, отдыхать и видят мультфильмы, которые они создавали 1 июня. Идею многих ребят организаторы конкурса планируют воплотить в жизнь, как это было и в предыдущие годы. К примеру, часть рисунков горожане увидят на рекламных баннерах. Леана Шанина, Святослав Клименко, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. В студии появляется мой коллега Алексей Адареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. Стал известен состав сборной России по хоккею для участия в Олимпиаде 2018 года. И, насколько я знаю, в состав команды вошли два хоккеиста авангарда. Ну, пока торопиться не будем. Речь идет о расширенном списке. В него аж 71 игрок входит. И, конечно, непосредственно перед поездкой в Южную Корею этот список очень сильно сократится. Но пока да, в расширенный список действительно вошли двое хоккеистов авангарда. Евгений Медведев и Никита Никитин. Кроме того, в этом списке значатся еще и трое воспитанников омского хоккея, которые сейчас выступают не за авангард. Это Егор Аверин, Сергей Калинин и Никита Певцакин. Далее о других новостях спорта. Сергей Калинин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне в Национальной хоккейной лиге. Бывшему капитану авангарда понадобилось 25 матчей, чтобы открыть свой голевой счет. Форвард клуба Нью-Джерси Дейлс отличился в конце третьего периода матча с Нэшвиллом, когда его команда проигрывала со счетом 0-5. При розыгрыше большинства россиянин подставил клюшку под бросок капитана Нью-Джерси Энди Грина, и шайба оказалась в воротах. Этот гол Калинина не спас его команду, которая проиграла со счетом 1-5. Отметим, что статистика Сергея Калинина в нынешнем чемпионате пока не слишком впечатляет. В 25 матчах он забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В опубликованном накануне ТОП-30 самых посещаемых хоккейных команд Европы Омский авангард занял 11-ю строчку. Среднее количество зрителей на 20 матчах и астребов, проведенных в этом сезоне, составило 8554. Заполняемость трибун 83%. Из клубов континентальной хоккейной лиги Омскую команду опередили лишь 4 соперника. Минская Динамо, Питерский СКА, Йокерит из Хельсинки и Слован из Братиславы. Самой посещаемой командой Старого Света уже 15 лет остается швейцарский Берн. Средняя аудитория команды практически никогда не падает ниже 16 тысяч человек. В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по всестилевому карате Кубок Петра Великого. Турнир оказался весьма представительным. Он собрал более тысячи участников из 25 регионов страны. Омская команда была представлена 15 спортсменами и наши земляки не затерялись на масштабном спортивном форме. Ребята выступали в дисциплине с ограниченным контактом. По итогам двух дней соревнований в копилке у Омской области оказалось 10 медалей кубков различного достоинства. Победителями престижного турнира стали Никита Сасько и Анастасия Малюк, завоевавшие золото. Также на счету омичей 3 серебра и 5 бронзовых наград. Как отметили в областной федерации всестилевого карате, для Омской сборной завоевание 10 медалей на столь престижном турнире нужно расценивать как несомненный успех. На первенстве Омской области по русским шашкам лучшими стали кормиловские и калачинские спортсмены. Команды этих районов показали себя самыми искусными мастерами интеллектуальной игры и оказались лидерами в общем медальном зачете. Третье место заняли мастера шашечного боя из Исселькуля. Всего в первенстве принимали участие 46 спортсменов из пяти районов Омской области. К сожалению, морозная погода не позволила приехать большему числу участников. Сильнейшие спортсмены нашего региона, а также гиревики из соседних Новосибирска и Екатеринбурга, поборолись за награды открытого чемпионата Омской области по гиревому спорту. Всего в турнире принимали участие около полутора сотен человек. Сильнейшей в общекомандном зачете стала дружина Сибирского государственного университета физической культуры, набравшая 158 очков. На 4 очка меньше заработали ребята из Омского регионального многопрофильного колледжа. Третье место заняли гиревики из автобронетанкового инженерного института. Лучшими среди областных команд стали спортсмены Полтавского района. Серебро досталось колоссовцам, а бронза – любинцам. На этом эстафета гиревого спорта в нашем регионе не заканчивается. Уже завтра, 22 декабря, на базе Омского аграрного университета имени Петра Столыпина стартует Кубок Омской области на призы Деда Мороза. Здесь на помост выйдут более 100 атлетов – от 14-летних, начинающих, до самых опытных. Подробности в наших выпусках. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Все наши новости на сайте 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Новые автомобили Киа в автоцентре Барс. 33 07 07. Евро-окно стандарт. Окна для вашего дома. 700 007. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Карбонат с виной 259 рублей за килограмм. Масло подсолнечное Кубанская долина. 800 миллилитров 65,50. Оливки или маслины Фолони. 314 миллилитров 54,90. Низкоцен на Октябрьской. Наш любимый магазин. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Слуховые аппараты для детей и взрослых. Акция. Новогодние скидки и подарки. Подробности по телефону 501 500. Компания Юза. Специализированный магазин газовых и электроплит. Доставка и подключение плит бесплатно. 23 28 98. Магазин «Жемчужина». Скидки до 40%. И о погоде завтра. 22 декабря. По области в Омске перемена облачности. Местами возможен снег. Температура воздуха в районах в ночные часы до минус 45. Днем 34 и 39 мороза. В Омске ночью минус 35, минус 31. Днем до минус 30. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok